Приветствую вас, и как мне видится, ситуация прикола, что дело здесь не столько в вашем страхе, не только в том, что вы боитесь, сколько в том, что вы боитесь последствий, которые произойдут, которые, по вашему мнению, наступят, если то, чего вы боитесь, случится. Как это не парадоксально звучит, но иногда именно то, чего мы боимся, именно того, чего мы боимся, именно того, чего мы хотим, точнее, именно того, чего мы не хотим. Мы интимно, подсознательно пытаемся приблизить к себе, потому что ждать, пока вот эти последствия, которых вы боитесь наступать, невозможно. Ждать, пока эти последствия не произойдут, слишком томительно, слишком ресурсоемко для вас. Соответственно, значит, вы здесь пишите, как и здорово. Я полагаю, что если страх очень сильный, если он доходит у вас вплоть до панических атак, то в таком случае вам рекомендуется обратиться к психотерапевту для того, чтобы вам помогли, чтобы вам могли оказать помощь, чтобы психотерапевт помог вам справиться с проблемой, которую, которую вы себе обнаружили, которую вы видите, которая для вас представляется важной. Если же ваш страх, он более или менее контролируем, то есть, если вы можете с ним жить, если у вас получается, скажем так, с ним сосуществовать, то в таком случае я бы вам рекомендовал бы обратиться к психологу и уже вместе с психологом поработать на тему того, как давно появился у вас страх. Вот. Как давно вы этот страх чувствуете, по поводу чего, по какой причине, в каких условиях, в каких обстоятельствах он у вас появился. Во многом, во многом страх является комплексом. Комплексом в том смысле, что произошло какое-то событие, ну, случайно, совершенно случайное событие. Вы на это событие отреагировали определенным образом, и после этого случилась негативная реакция. После этого произошло нечто, что вас как-то очень сильно задело, очень сильно испугало, причинило, да, очень яркий негатив вам. И это закрепилось, закрепилось. Например, вот произошло то, чего вы боялись, то, чего вы боитесь сейчас. Это случилось с вами, то, чего вы боитесь. И вот после того, как это случилось, например, последовала негативная реакция, например, ну, допустим, ваших родных, ваших близких и так далее. И негативная реакция, она была в том ключе, в том аспекте она была. Это негативная реакция, что вас выставляли, ну, определенным образом. И выставляли вас определенным образом весьма-весьма негативно, к сожалению. И вот естественно, естественно, что вы начали испытывать страх. Страх того, что как бы вас застрявят, или вам не позволят, или вы окажетесь снова в этой вот ситуации, когда нужно будет, или когда вам придется испытывать вот эти самые негативные ощущения, да, негативные переживания. Вот. Я думаю, что именно этого вы и боитесь того, что ситуация повторится, того негатива, который может повториться с вами. И именно поэтому я рекомендую вам в обязательном порядке, так же, как вам и сказал, в общем-то, мой коллега, поработать над причинами своих страхов, поработать над тем, как они образовались, эти страхи, почему они образовались и так далее. На мой взгляд, это очень-очень важно, если вы действительно хотите избавиться от страха. Естественно, это работа, и вот так вот сразу, быстро ситуация может не получиться. То есть сразу ситуацию, может быть, не получится разрешить, вот, ну, именно за одну консультацию. Но я думаю, что если вы будете регулярно обращаться к психологу по этому вопросу, то со временем страх уйдет. Ложные понятия, которые сейчас, вот, в данный момент образуют, так сказать, тело вашего комплекса, ложные понятия уйдут. И на место этих понятий придут истины, которые будут, как бы, взаимо исключать, вот, те состояния, которые вы сейчас испытываете. Но для этого требуется работа, и нужно, чтобы вы были готовы эту работу осуществлять вместе с психологом. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...